ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ Давайте разберемся. Губернатор добивался и будет продолжать добиваться. Чего? Самое главное, что стоимость газа для населения, для тех людей, которые будут отапливаться при помощи этого газа, она, по заверению нашего правительства Забайкальского края, будет сопоставима с теми расходами, которые сегодня население несет. То есть на уголь, да? На уголь, совершенно верно. Да, газ будет дороже. И вот сегодня прогнозировать итоговую стоимость газа, вы совершенно правы. То есть это и тарифы, и возрастающие налоговые отчисления и так далее. Но это не коснется конкретного потребителя. Другой момент, что, да, вот возникнет разница между стоимостью газа и той стоимостью, которую будет оплачивать непосредственный потребитель. И вот эта разница, она будет оплачиваться за счет, не за счет потребителя. Она будет оплачиваться за счет иных источников. Мы зашли, вот с этим газом, мы зашли в проект «Чистый воздух». То есть первая задача, которая ставится, да, сделать воздух в городе Чите чище. Соответственно, не за счет тех людей, которые будут отапливаться газом. Все-таки подробнее по иным источникам. Нет, сейчас, подожди, пожалуйста. Это просто, знаете, я прошу прощения, что немножко вмешиваюсь в это дело. Это, ну, понятно. Если, ну, домохозяйству, там, людям и так далее, отопление газом будет обходиться дороже, чем углом, они просто... Конечно, они просто не будут. Вот, вот поэтому, смотрите, давайте попробуем все-таки посчитать, ну, вместе все посчитать, что у нас происходит вот с этим. Вот тут специалисты как раз по локальной газификации нам как раз в этом деле могут помочь. Вот давайте так, вот, допустим, домохозяйство. Ну, берем среднее, 70 квадратов, достаточно небольшое домохозяйство, 50-70 квадратов. Вот, вот. Сколько газа потребуется, ну, скажем, газообразного газа потребуется на отопление такого домохозяйства? В день, в месяц? Я поправочку хотел бы внести. Давайте для простоты подсчетов возьмем 100 квадратных метров. Ну, 100. И для понимания... Ну, если 50, ну, надо, поделим, это несложно. Вот, в принципе. 100 квадратных метров в пересчете с пропан-бутаном, то есть у нас есть фактические данные, сколько мы потратим энергии, используя пропан-бутан. Сегодня. Я прошу прощения. И главное, что в пересчете вот по калорийности получается, что на 100 квадратных метров в месяц по среднему расчету, не по пиковым, ноябрь, декабрь, январь, когда в полтора раза больше нагрузки, да, мы берем 260, грубо, 260 кубов на один дом. А в месяц? В месяц, да. 250 куба метров. Сейчас мы попробуем загляться. Говорит Евгений Викторович, это непосредственно касается вот этой цифры 250 кубов. Почему? А потому что эта стоимость, вот эта, она, вот эти 250 куба метров, она, вот эта стоимость будет либо закладываться в тариф, так, либо компенсироваться каким-то кубом. Я, понимаете, я просто хочу понять порядок цифр, которые здесь возникают, то, о чем мы говорим. Тут это, как я говорю, на самом деле это очень существенно. 1 к 4. Давайте считаем. Вы брали, вы брали, вы брали. 250 куба метров в отношении к углю. 1 к 4. Подождите. 250 куба метров в месяц. Но то, о чем наши коллеги, уважаемые, говорят, это ведь только отопление. Я так понимаю, да? Ну да. Потому что этот газ, он же будет еще расходоваться на потовые цели. Правильно? Это логично просто. Ну это не может совсем. И тут ставить. Горячая вода, приготовление пищи. Ну, странно, да? Если я атакливаю газом, а… Установленные котлы, они такие есть. То есть, реально газы все равно, и это, я так понимаю, средняя цифра, несмотря на время года, чтобы нам не растекаться. На отопительный период. На отопительный. На 8 месяцев. На 8 месяцев. На 8 месяцев. Хорошо. Теперь смотрим. Вот 250 куба метров у нас. Значит, отопление. Сколько это стоит? В день? Вот сейчас. Ну, если они… Вот они на прошлом круглом столе заявляли 13,5 рублей за… Нет, подождите. Нет, ну как 13? 250. Вот нынешняя цена межрегион газа, вот у меня данные по межрегионам газа, последние 50 рублей. Да, про пропан-бутан спрашиваю. То есть, вот этот газ будет стоить, ну, 14 тысяч примерно? Нет. 3510 рублей будет месячный расход в рублях на 100 квадратных метров. Нет, ну это если вы исходите с 13. Не с 13,5, ну как они заявили? Они же сейчас заявляют, что… Нет, нет, погодите, погодите. На течение, что все будет нормально. Значит, это желание получить по 13 рублей. А где он будет по 13? Давайте так. Я еще раз поправлю. Значит, мы говорим, сколько это будет стоить для жителей. Хорошо. Сколько газ обойдется на самом деле, он обойдется дороже. И финансовые модели, это заложено сегодня, что газ обойдется дороже. Вот разницу вот эту между тем, что заплатит потребитель, о чем говорит Саид, да, вот там 3,5 тысячи рублей, и то, что обойдется фактически, берет на себя Забайкальский край. Я хочу о чем сказать, то, о чем говорит Евгений Витальевич. Разница, как я считаю, примерно падает в 10 тысяч рублей, ну вот, исходя из ваших цифр, то, что нам Саид Саид говорит, и 10 тысяч рублей, это без транспортировки. Подождите. 10 тысяч только на домохозяйство падает. Домохозяйство 13 тысяч. 10 тысяч умножаем на 13, получаем 130 миллионов в месяц. В месяц. 130 миллионов. По году, ну, 12 в квадрате, это 1 миллиард 440 миллионов примерно рублей, которые должны компенсировать вот этому оператору. Оператор же покупает, правильно? Он, значит, выдает оператору, должен компенсировать краевой бюджет. Выпадающие доходы. Выпадающие доходы, совершенно верно. А теперь дальше смотрим на краевой бюджет. Краевой бюджет, проект Минфина, ну, вы все, господа, видели это все. За последние 3 года в месяц там 21 миллиард. Вопрос, откуда? Краевой бюджет, мы брать вот эти суммы. Очень интересная вопрос. Я не знаю. Я просто, как бы говоря, хочу вот наш уважаемый Кургустов подвести к такой мысли. Ну, даже 13 тысяч по 200, это что получается? Это получается 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Даже по 200 тысяч. Ну, примерно, 26 тысяч. Который, как вот господин Дневера, у нас это не заложено. Это отдельная тема, которая тоже ляжет на источник. Вот тут очень интересный вопрос. Вы знаете, я в последнее время увидел даже в Государственной Думе именно туда, через федеральный бюджет и дальше. Это вот на эту тему. На тему, значит, так. То есть, да, я, кажется, согласен с вами, что если мы оптовые закупки делаем, это мы можем добиваться снижения цены там и так далее. Вот, а вот теперь очень интересный вопрос вот какой. То, о чем Алексей Александрович говорит. Посмотрите, 250 кубометров, значит, в месяц на отопительный сезон, на отопление. А вот те данные, которые представляет официальный консессионер через юридическую фирму и так далее. А вот смотрите, значит, объем проданного газа, ну, с учетом, он все равно закладывается с учетом потери, и собственных, ну, что и так далее, это примерно 8 миллионов кубометров. Вот это их цифры, которые мне здесь приводят. Если просто пересчитать вот это вот, то вот этих, этого газа, ну, давайте просто, вот я взял, просто поделил 8 миллионов на 13 тысяч, это 600 кубометров в год на одно домухозяйство. А, уважаемые специалисты, говорят, надо 250 в месяц. Мы заявили, цифры-то, не днется сверху. Еще раз, можно сначала с верхней суммы? Вот, сколько вы говорите, вам, они говорят, заявляют? Вот, ну, у нас их заявка. 8 миллионов кубометров в год в месяц. В месяц это один объект. А они заявляют, кто? 7-800 кубометров. Они заявляют, что 7 миллионов 800 кубов, ну, там, с хвостиком. В консессии. В год. В год. В консессионном соглашении на 5. У нас получается 27, как минимум. 7 миллионов 800 разделить на 13 тысяч, получается. И на 600 кубометров. Верно. Домовладение. 42,6 миллионов кубов в год. Ну, вот это ближе. Вот это ближе, да. То есть, 42,6. Ну, еще раз говорю, когда составлялось консессионное соглашение, ведь работали не проектировщики. Работали, условно говоря, чиновники. Но отвечать-то вам придется по консессионному соглашению. Потому что, вошли по недолгам, его можно очевидно. Давайте мы будем по порядку и спокойно обсуждать этот тем. Вот Александр Николаевич совершенно прав, называя цифру. И я считал, когда, ну, тоже вот оценивая то, о чем вы говорите, из этих же параметров исходя. На самом деле эти СНИПы все есть, это все известная вещь. Нужно 42, 44 даже с учетом потерь миллиона кубометров газа. Если мы переведем это, а это легко считается, в жижевный приводный газ, это примерно 30 тысяч тонн жижевного приводного газа. 30 тысяч тонн. А вот теперь, мы возвращаемся к началу разговора. А где они? Их физически возникает бы очень большой вопрос. Ну, хорошо. Вот посмотрите, уважаемые коллеги. Вот господин Генера, представитель консессионного. Он говорит, что вот, ну, да, вот, да. А проектно-смертный-то нет документации. Нет. Ее не существует. Евгений Юрьевич, разрешите, что-таки, два слова здесь сказать по этому поводу. Вообще причина, почему мы тут, она состоит не только в том, что у нас там десятки домов подключены, и нам этим гражданам нужно что-то сегодня говорить, да, где будет выгоднее переводить их там на Аврору или еще. Причина даже не в том, что есть у нас на сегодняшний день какие-то технические проблемы. Они действительно есть, потому что скоропортящийся газ в размере 400 тысяч кубических метров, который они там заложили, да, его хватает на пять всего лишь дней. Это сейчас вам специалисты расскажут, Саис Салихович и Виталий Геннадьевич. Я, как человек государственный, да, который реализовал на своем веку, ну, сотни программ, даже не десятки, если брать муниципальное образование, сотни программ. Вот для меня все это выглядит, как какой-то сплошной детский сад. Это, если бы это было во время Равиля Фаритовича тогда, или даже Константин Константиновича, я бы назвал это одним большим словом – правовая катастрофа. Потому что прежде чем получить деньги по 185-му закону, мы готовили региональную программу. В рамках региональной программы мы собирали данные с муниципальных образований каждый винтик. Была очень четкая последовательность реализации этой программы. Сначала мы утверждали проекты. В рамках этих проектов, рассчитывая каждую сумму, да, до деталей, мы закладывали вот эту дельту, возможную там вправо-влево. Мы говорили на совещаниях о концепциях. Как мы будем все-таки мягкую кровлю делать, или мы будем скатную делать, стропильную систему устанавливать, или еще что-то. И в результате получался какой-то там в некотором роде продукт. Так вот, проектно-сметная документация – это, я согласен с господином Неверовым, ее могло и не быть на момент, так сказать, начала этого разговора. Но, извините меня, самым главным документом, который, к слову сказать, когда мы детей и сирот обеспечивали жильем, который позволил мне отказаться от покупки хлама в городе Борозове – это техническое задание. Техническое задание, которое для концептуального решения вообще этого подхода должно быть разработано согласно концессионному соглашению 28 декабря 2022 года, которого мы не видим. Более того, почему-то концессионное соглашение, оно предусматривает цифры, чуть ли не там до копейки, по-моему, 22 копейки там в конце написано, да, откуда взялись эти расчеты. Поэтому мы задаем вопрос, скажите, с каких, значит, данных взяты вот эти процессы все? 7 миллиардов, 400 тысяч и так далее. Мы же не спорим. Я вообще, кстати, начну-то с того свою речь, с того, что я хочу поблагодарить всех, кто здесь участвует, но на наш взгляд получается, что некий концессионер, снимая с себя полностью ответственность, он, по сути, не реализует государственную программу. Эта программа не является структурой, не состоит из частей муниципальных программ. Региональный проектный офис, через который должны проходить эти федеральные деньги, который должен координировать эту программу, он в этом вообще никак не участвует. Получается, лебедь, щука, рак, стрелочники, которые потом однозначно пойдут под, наверное, какой-то уголовной ответственностью. Поэтому мы просто на сегодняшний день, на сегодняшний день, как у Геты, да, если то, что говорится дельно, играть словами разве не бесцельно? Мы сделали такой запрос, уже два запроса, да, мы просто попросили документы. Вот сегодня мы здесь сидим и рассуждаем, причем еще говорим о том, что можно менять концессионное соглашение и так далее. Поди-ка вот раньше в этом фонде содействия реформирования ЖКХ поменяй хотя бы одну цифру, там такую кипу бумаг. Поэтому у нас вопрос состоит в том, что на сегодняшний день мы должны получить исходные данные. Мы должны получить конкретику наконец-то, потому что срок подготовки технического задания вышел. Зачем перечислить 2,5 миллиарда, я не знаю. Прошу вас, ставьте жирную точку на сегодняшнюю беседе, но не на целом на вопросе. Я поддерживаю Евгения Михайловича. Большое спасибо вам за участие в Кругом Столе. Я также с учетом мнения руководства города считаю, что это не последняя наша встреча, потому что вопросов очень много на самом деле. Будем потихоньку разбираться с этими вопросами. И так, чтобы я еще раз обращаюсь, ставя точку в этом обсуждении, хочу сказать, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы тысячи людей пострадали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова